За свою короткую историю стадион в Раменском неоднократно попадал на первые полосы газет. В большинстве случаев это было связано с столкновениями болельщиков с местной милицией, которые происходят здесь теперь завидным постоянством. У всех в памяти прерванный из-за беспорядков прошлогодний матч Сатурн-Спартак, а также октябрьская встреча нынешних соперников, когда десятки армейских болельщиков были уложены лицом в газон, а милиция травила людей собаками. В отместку разъяренные фанаты выломали почти полтысячи пластиковых сидений. И вот Раменское, 8 июля. Усиленные наряды, машины с солдатами, недружелюбные отношения милиционеров к болельщикам и, наконец, обыск. В одну кучу летят ремни и зажигалки. И тем не менее, еще задолго до начала матча из армейского сектора вылетела первая дымовая шашка. В результате предматчевая разминка проходила как в тумане. Тем не менее, можно было разглядеть довольно курьезные моменты. А основные события развернулись сразу после начала второго тайма. На этот раз фанаты сами решили спровоцировать охрану стадиона. Начав с традиционных шашек, они продолжили не менее традиционными креслами. И вот главное отличие в действиях подмосковной милиции этого года от прошлогодних. Никаких зачисток. Реакция только адресная. Выдворение зачинщиков со стадиона. Немного ошарашенные фанаты растерялись, а не позволил им разгуляться президент ЦСКА Шахрудин Гаханов, который перешел из виповской ложи в армейский фан-сектор, где и провел вторые 45 минут матча. Ну а что же сама игра? На 38-й минуте Фазию сбивает Мавсисяна, и сам пострадавший, известный по выступлениям за Спартак и ЦСКА, с пенальти открывает счет. Кстати, в победном для Сатурна матче против Спартака Мавсисян тоже отличился, делав дубль. Армейцы, имея территориальное преимущество, никак не могли извлечь из него пользу. Отсутствовала мысль. Стоит отметить возвращение под красно-синие знамена Куличенко, Савельева и Словако Марека Холли, который лаконично ответил на вопрос «почему». У меня родится ребенок, я хотел жить в Москве, в Владиколе слишком далеко, и эту команду я знаю. И именно возвращенец Алексей Савельев на 67-й минуте заработал пенальти. Вот за этот пол Адриана Сосновского арбитр Чеботарев указал на точку. Хомуха точен, и это повод для восторга армейских фанатов. Но вышедшим на замену новобранец подмосковной команды Сергей Рогачев, у которого было лишь одно желание. Желание было не сломать игру. Не только не сломал игру, а фактически ее спас. Основное время матча уже закончилось, когда после розыгрыша штрафного Сосновский навесил штрафную, и сработала молдавская связка. Четкий удар головой 1-2. Очередное поражение ЦСКА. Правда, у армейцев оставалось еще время отыграться. Судья добавил достаточно, но гости вместо разумных действий тратили время на картинные падения, за что Семак, например, получил абсолютно справедливый горчичник. После игры вновь возникли претензии к судейству. Но при чем здесь это, если за весь матч в свой ворот Чижова не было сделано ни одного удара.